Хьюстон. Пробка длиною в 161 километр. Пекин – 260. Сан-Паулу – почти 300. Красная Москва. Привычная картина для столичных водителей. А это новый Уренгой. Лишние 10 минут на светофоре и некоторые теряют терпение. Сначала посты в соцсетях были заполнены жалобами на плохие дороги, теперь на их ремонт. 35 минут с южки на север уехал. Сделали бы уже дороги там, где-то действительно необходимо. Организация дорожного движения в Уренгое – ноль. 15 мая, когда одну из центральных магистралей, соединяющих северную и южную части города, перекрыли, водители запаниковали. Видео с пробками заполонили все городские паблики. Домой, наверное, будем до ночи добираться. Это ужас, что пробка на объездной. А некоторые водители решили организовать свой собственный маршрут через жилые дворы. И сами же создали там коллапс. На объездной быстро перенастроили светофоры. На дороге стало не так тесно. Спустя две недели большинство водителей смирилось с ситуацией. Но не всем. Должны планировать, наверное, такие ремонты. И как-то планировать так, чтобы они меньше длились. Может быть, работать, я не знаю, в ночные смены. Раньше за 10-12 минут, сейчас минут 30. Инспектор Кирилл Кузьмин каждое утро сам стоит в пробке. Водителей в нарушение правил, объезжающих по обочине или даже по встречке, хватает. А за это можно и штраф получить. Какие-то трудности и сразу конфликт. Надо набраться терпения. Терпеть, кстати, придется долго. Проспект Губкина ремонтируют капитально. Меняют инженерные сети, фонарные столбы, расширяют полосы. Движение пока разрешено только пассажирским автобусом. Такая глобальная реконструкция поможет избежать на проспекте пресловутых пробок в будущем. Движение здесь всегда было плотным, особенно в часы пик. Нередкость на этом перекрестке и серьезные аварии организация кругового движения исправит ситуацию. Кольцо здесь появится уже летом, а по контракту полная сдача реконструкции проспекта Губкина 31 октября. Юлия Перова, Тимур Абдрашитов. Время Ямала. Новый Уренгой.